Библейский портал экзегет.ру представляет Библейского православного университета. Мы с вами исследуем книгу Исход и подошли уже к заключительной сороковой главе, которая рассказывается о освящении скиньи Моисеем. И сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц, в первый день месяца поставь в скинью собрание и поставь в ней ковчег Откровения и закрой ковчег Завета и внеси стол и расставь на нем все вещи его и внеси светильника, поставь на нем лампады его и поставь золотой жертвенник для курения пред ковчегом Откровения и повесь завесу у входа в скинью и поставь жертвенник сесожжения пред входом в скинью собрание и поставь умывальник. И далее говорится, помаш жертвенник и освяти его, он будет святиня, помаш умывальник и освяти его, он тоже будет свят. И далее говорится, что о помазании Арона в священнике. Мы видели с вами о том, что здесь говорится о предметах, что предметы тоже становятся святыми. Иногда мы думаем, как это так? Есть ли различия между святостью, которая дается человеку, и святостью предмета? Конечно, есть. Не все предметы, которые есть в Скинии Божией, Ветхого Завета, как и в Новозаветной Церкви, можно использовать в каких-то бытовых нужд. Мы знаем, что в Священном Писании Ветхого Завета, в книге пророка Даниила, например, когда был разграблен Иерусалимский храм, и оттуда были выносены сосуды священные для употребления, которые были необходимы для употребления в Храме Божьем, для служения Богу. И когда Валтасар нечестиво использовал их со своими блудницами, пилы из чаш, которые были только для служения Богу посвящены, то Господь его покарал. Мы помним, что была рука, которая вышла как бы из стены, и было написано, ты взвешен на весах и найден легким, он оторопел, и было над ним наказание. Поэтому есть определенные сосуды в Церкви Божией, которые можно использовать только для служения Богу. Поэтому сказано о них, что они святы. Святы, значит, выделены для определенного служения. Многим людьми такое понятие, как святость, воспринимается не совсем правильно. Некоторые думают, что святой человек – это значит безгрешный. Это не совсем так. Святой человек, как мы видим здесь и арон, и святые предметы – это выделенные для особого служения. Свят лишь только Господь, в смысле безгрешен. Как мы с вами поем «Един свят Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь». Или как мы читаем с вами апостол на водосвятие, где сказано, что он был подобен нам во всем, кроме греха. Поэтому святой, в полном смысле этого слова, как безгрешный, принадлежит лишь только Господу и Спасителю Иисуса Христу, и Богу Отцу, и Святому Духу. И в этом смысле надо сказать, что, например, святой праведный Иоанн Кронштадтский, когда он пишет, что перед своей смертью он пишет так, что «я не все преодолел страсти, которые были во мне». И многие святые угодники Божии свидетельствуют о том, некоторые из них говорят, что нам хотя бы положить только начало покаяния. Поэтому здесь, когда мы читаем о святых предметах и о помазании Аарона, нужно это понимать, что здесь святость в том смысле, лишь что выделен для определенного служения Богу. Ну, конечно же, это не означает, что всякий человек, в то же время не только священники, но и православные христиане, помазанные Духом Святым, то есть помазанные в Святом Крещении, Святым Миром, они должны какой-то вести образ жизни, не соответствующий тому, для чего они помазаны. Нет, конечно. Это говорит, что каждый человек, как мы и говорили, Господь призывает быть совершенным, как Отец ваш Небесный. Поэтому это говорит здесь лишь разъяснение в том, что святой, например, даже святой Отец, какой бы высоты он ни достигал, он не был абсолютно безгрешным, и это понятие принадлежит только Отцу и Сыну и Святому Духу. Такая святость. Но, тем не менее, для нас здесь не безинтересно будет, что мы видим, что Арон помазается здесь второй раз. Мы помним, что однажды он уже был помазан в священнике, когда они стояли перед горой Синая, и Господь сказал, что Арон отделите мне и помажьте его, а здесь вдруг второе помазание. Что это такое? Если мы с вами не забыли, что в 32 главе книги Исход говорилось о том, что народ израильский впал в идолопоклонство. И Арон способствовал в некой мере, хоть и косвенно, боясь за свою жизнь. Мы помним, что и Ор был убит из-за того, что не хотел делать народу израильскому золотого тельца, которого они просили. Но, тем не менее, он оказался в этом состоянии. Поэтому здесь происходит как бы обновление Завета, что очень часто было в Ветхом Завете встречался. Этот прообраз обновления Завета человека с Богом. Например, когда мы видим, что опять же в 32 главе народ отпал от Бога и его заповедей, то Моисей, вернувшись с горы Синай, он разбивает скрижали Завета, потом возвращается снова, и Завет обновляется. Так и священство обновляется. И в этом смысле надо сказать следующее, что есть люди, которые отпадают от полноты церкви, они уходят в различные сектанские сообщества. И есть такой чин, в зависимости, куда они отпали, древний чин, в какое сообщество, в какое заблуждение, то некоторые принимаются просто через покаяние. Но если заблуждение было достаточно, то, что повредило человека в веру в Отца и Сына Святого Духа, то они принимаются в церкви даже таким чином, который миропомазанием, несмотря на то, что они при крещении были помазаны. Есть такая практика. И вот в нашем Центре реабилитации людей, попавших под сектантское влияние преподобного Осипа Володского, можете эти чины посмотреть на миссионерском сайте синодального отдела и миссионерского отдела города Москвы. Как и какой человек принимается, если он нарушил завет Господа, который он заключал в Святом Крещении, то, снова повторю, некоторые через покаяние, а другие и через миропомазание. Не как второе таинство, подающееся им, а как обновление завета. Как мы видим и здесь, завет обновляется с народом израильским и с Аароном непосредственно. Итак, видим, что 40 глава, это освящение Скинии Завета, сказано, что сам Господь в облаке сошел на Скинию, осветил ее. И народ израильский все время наблюдал за облаком, которое стояло над Скинией. И когда облако стояло над Скинией, окружало его полностью, то народ оставался в стане. Как только облако как бы отрывалось от Скинии и уходило в Синайскую пустыню, то народ дальше путешествовал и дальше продолжал свой путь по Синайской пустыне. Мы знаем, что шествие народа израильского и его исход из рабства, это прообраз и нашего с вами шествия от рабства страстей и греху по этому житейскому морю. Мы взирая на Господа и на его славу, которая здесь показывалась как облако, мы же взираем на самого Господа и Спасителя Иисуса Христа, идя по этому миру, исходя от состояния пороков и страстей. И так или иначе, как сказано в Священном Писании, ежедневно приближаемся к Дню Господню, где скажем ей гряди Господи Иисусе. Но вот действительно здесь очень еще хотелось бы сделать небольшое замечание в окончании 40-й главы, последней главы книги Исход. Очень часто встречается в этой главе такое указание, например, и в 22-м стихе, и в 26-м, и ранее в некоторых стихах, и в 29-м, и в 27-м даже стихе. Это сказано, как повелел Господь Моисею, так он и сделал. Как повелел Господь Моисею, как повелел Господь Моисею. Вот несколько-нескольких стихов мы видим, что это выражение постоянно встречается. То есть это снова-снова говорится о том, как Бог повелел Моисею с самого начала, когда он пошел, мы с вами помним, уйдя из Египта. В общем-то, человек, который претендовал, будучи воспитан в фараонской семье, претендовал даже на титул фараона. Но, как сказано у апостола Павла, Моисей не захотел жить в шатрах нечестия и лучше пожелал страдать с народом Божиим. Он вышел оттуда из Египта, 40 лет провел в пустыне, и потом Господь призвал его на свое сложение. Он вернулся за своим народом и теперь вывел его из этого служения рабству и страстям. Мы видим, что и построена Скиния, и служение народа израильского возобновляется Богу, и он, в общем-то, становится после этого события народом в полном смысле этого слова. Но все это произошло лишь благодаря тому, что Моисей неукоснительно слушал Слово Божие. Поэтому эти слова, как сказал, как повелел Господь Моисею, как повелел Господь Моисею, так он и сделал, как повелел Господь Моисею, встречаются неоднократно. Мы помним с вами, что и в Ветхом Завете, про образ церкви, в книге Бытия, например, когда Ноя строил ковчег, тоже было сказано, как Господь сказал, Ною так он все и устроил, поэтому совершил, сделал спасение людей, которые вошли в ковчег. Точно так же и здесь Моисей устроил все так, как повелел ему Бог. Для нас это указание, чтобы и мы ходили по заповедям Божьим и не отклонялись от путей Господних. И снова-снова хочется напомнить слова в служении Богу, чтобы нам познавать, в чем есть воля Божия и как правильно выстраивать свою жизнь, очень ярко и емко выражены в словах апостола Павла в послании к римлянам, 12 глава, 2 стих сказано «Не сообразуйтесь веком сиим, а преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Да будет это со всеми нами. Продолжение следует...